Здравствуйте! Мы с вами на центральном корте всеанглийского лаун-теннисного клуба. Сегодня, как это было во все времена, по традиции, ровно в 2 часа по местному времени, ровно в 5 часов по московскому, на центральную арену, на центральный корт выйдут две участницы финального матча. Это будет довольно любопытный финал, потому что за всю историю последнего 50-летия, с тех пор, как проводится так называемый открытый Умблдон, когда профессионалы пришли на Умблдонский турнир, всего было 15 победительниц этого Умблдона в истории. И сегодня появится 16-й, ибо никто до этого не побеждал из участниц финала. Мы видим сейчас центральную ложу, и сразу же перед нами три чемпионки мелькнули. Мария Буэна, это 60-е годы начала, Вирджиния Уэйт, тоже единственная, последняя англичанка, которая выиграла Умблдон, и, наконец, Маргарет Корт. Здесь все, все Умблдонские чемпионки среди почетных гостей, несомненно, мы с ними с вами познакомимся. Ну, а сейчас несколько слов о предстоящем финале. Хочу представить наших комментаторов. Сегодня в комментаторской кабине Яна Дмитриева и вместе со мной Ольга Морозова, которая в свое время тоже однажды выступала в финале Умблдона. Небо почти голубое, во всяком случае небольшие облака, но ничто не предвещает пока никаких неприятностей. Вполне возможно, английская погода смилостивится, и мы сможем посмотреть этот финал от начала и до конца. Соперницы встречались между собой девять раз, и со счетом 5-4 ведет Жустина Нинарден. Но, в общем, и Амили Морезмо тоже имеет свои преимущества. Она была последней, кто выиграл в финале турнира Большого Шлема у Жустины Нинарден. Это было на Australian Open. Как раз тогда бельгийская теннисистка почувствовалась плохо. Вот появляется Амили Морезмо. Я стараюсь, я стараюсь быть в хорошем состоянии и готов выйти снова на корт. Я волнуюсь, но это действительно нормально, потому что это финал. Я думаю, что ты должна пойти и просто подумать и взять все шансы, которые есть у меня. Это большая честь, это большая возможность. Я стараюсь, естественно, исполнить своими штуками. Ну, а теперь Жустина Нин подходит к корреспонденту. Очень давно, когда я была здесь в финале, это было в 2001 году. В данный момент это ничего не значит, потому что, что было когда-то давно, совершенно не значит, что сегодня. Я прекрасно играла, я прекрасно себя чувствую, и я думаю, что я в финале должна обязательно сыграть в свою лучшую теннис. Я думаю, что идея о победе должна всегда быть в твоей голове, и ты должен всегда стараться и пытаться выиграть, взять то, что тебе предназначено. Итак, вот две участницы финала сказали несколько слов перед финалом. И, наверное, это интервью не столько должно принести какие-то серьезные свежие мысли, сколько дает нам возможность посмотреть, в каком состоянии находятся теннисистки. Обе, конечно, очень напряжены. Мне показалось, что чуть более напряжены уже стены. Мне тоже так показалось. Во всяком случае, мне кажется, что уже на протяжении долгого периода времени, но, во всяком случае, последних нескольких месяцев, Моризмо работает с психологом, потому что она совершенно по-другому относится к тому, что происходит на корте. Даже ее интервью, когда она дает интервью, у нее нет никакого волнения даже мышечного, потому что обычно лицея все это выражается. А у нее спокойствие, полное спокойствие. Наверное, что-то было сделано для того, чтобы это случилось. Вот сейчас теннисистки приближаются к, помните, ожиданиям. Но, по идее, по традиции, опять же, они должны отдать свои сумки тем людям, которые будут их сопровождать, взять букеты цветов в свои руки и выйти уже без оружия, только как нормальные леди. Но, во всяком случае, это традиционная, естественно, часть Умбулдонского турнира. Она настолько приятна, потому что вот эти красивые букеты цветов, они в данный момент даже одинаковые. А раньше я все прекрасно помню, что они были разного цвета. Иногда это было какой-то такой специальной загадкой, или какой-то даже приметой для некоторых теннисисток. Ну, во всяком случае, мы ведь сейчас видим, сейчас действительно, как это полагалось по традициям. Они берут букеты, а кто-то возьмет их ракетки и принесет. Ну, вот, наверное, это поздравление от, естественно, президента клуба, от всех членов клуба с тем финалом, который сейчас перед нами будет. Ну, вот Мари Мой сейчас просто показывает себя, как настоящая женщина. Она просто рассматривает цветы. Это удивительно, потому что, конечно же, перед то и другой выход на центральный код Умбулдонского турнира и то волнение, когда... День финала. День финала, конечно же. Вот сейчас, мне кажется, лицо показывает все, да? Но при этом Жюстин, даже когда она очень волнуется, она умеет взять себя в руки. А вот у Моризмо бывают такие моменты, когда она этого не может сделать. Ну, можем вспомнить ее неудачное регулярное выступление на кортах Ролан Гарус, когда она говорит, что такое давление, все ждут победы, что она не может справиться с этим волнением даже на том этапе, когда соперницы еще не очень сильны. Но сегодня, наверное, Оль, мы не будем сразу же говорить об этом. Нет, я бы просто хотелось бы сказать о том, что даже вот девочки, которые поддающие мячи, и те люди, обслуживающие финалисты, они, мне кажется, волнуются невероятно больше, чем сами теннисистки, потому что все прекрасно понимают, насколько ответственный момент у той и у другой. И когда ты впервые играешь на финал, или ты впервые надеешься на то, что, надеешься на то, что ты выиграешь этот финал, потому что и та, и другая еще не выигрывали такого турнира, такого, унблдонского турнира, мне кажется, что нервы, в общем-то, на пределе. Но вот сейчас девочки, которые подают мячи, берут ракетки, и я думаю, что сейчас мы уже увидим первые шаги будущих финалистов на центральной корте. Да, осталась еще одна минута, минута ожидания. И можно напомнить вам, что бельгийские теннисистки никогда не побеждали в унблдоне за всю историю унблдонского турнира. А вот француженки побеждали. Несравненная Сюзанна Линклен выигрывала здесь шесть унблдонов подряд. Последний выиграла она в 1925 году. И Амелия Моризмова может стать первой, кто сумеет повторить ее достижения. Может быть, такое большое достижение не повторит, но хоть однажды стать чемпионкой. Вот он, торжественный выход финалисток на площадку. Для них тоже все вновь. В общем, Жустина не выходила однажды в финал, но, наверное, за эту долгую спортивную жизнь, может быть, это мгновение забылось уже. А вот сейчас повторение этого события, а для Амелии Моризмова все впервые. Каждый раз, когда ты смотришь на тех, кто выходит на центральный корт, то прекрасно понимаешь, что атмосфера, и каждый из теннисисток это, конечно же, замечал и говорил в своих интервью, что атмосфера, которая царит на центральном корте Бугдонского турнира, она особая, потому что это огромный мировой стадион, на котором наблюдает миллионы и миллионы зрителей, естественно, по телевидению во всем мире. И в то же время это клуб, где зрители, каждый из зрителей, которые здесь, ну, большинство, 90% зрителей сегодняшнего матча, это те, кто сами играют в теннис, кто или близкие их играют в теннис. То есть люди, которые прекрасно понимают эту игру. И, конечно, играть на таком корте это и почетно, и, естественно, ты сам хочешь показать свой лучший теннис для того, чтобы настоящие ценители поняли, насколько ты смогли это оценить. Да, это верно. Теннис, с одной стороны, игра, которая захватила уже сейчас миллионы, а с другой стороны, это абсолютно камерная игра. И смотрят теннис только те, кто на самом деле способны его понять. Вот эта вот девочка, Кейт Уорт, 24-летняя девочка, получила право разыграть Орел и Решку и определить, кто же из финалисток будет подавать или принимать. Вот новые финалистки Умблдонского турнира и в то же время новый рефери, потому что Эндрид Джаретт, он впервые вышел на центральный рекорд, у него тоже первый дебют, он впервые открывает первый финал его истории. Да, прежний главный арбитр ушел на пенсию, и новая жизнь, и новый руководитель. Итак, первые удары по мячу, а мы смотрим на трибуны. Вот посмотрите, справа была Маргарет Корт, в середине Мария Буэна, Энн Джонса, все теннисистки, которые в разные годы бывали победительницами Умблдонского турнира. Это тоже традиция, потому что на финал, естественно, в королевскую ложу приглашаются теннисистки, которым своим мастерством, во-первых, радовали этот клуб, и, естественно, завоевали, и заслужили право там сидеть. Итак, начинается этот интересный полуфинальный матч. Простите, финальный матч. Центральный корт всеанглийского лаун-теннисного клуба в оживлении. Комментаторы заняли свои места в кабине. Джон Барретт, когда-то он, может быть, даже вел репортаж с участием в финале его жены Анжелы Мортиме. Сейчас это Джон Барретт и Сью Баркер ведут репортаж об этом финальном матче между Амели Моризмо и Жустиной Нинарден. Это очень интересный финал с точки зрения нормального рейтинга, потому что первая ракетка мира встречается с третьей ракеткой мира. Это значит, что на самом деле в финале оказались сильнейшие. Победительница одного турнира большого шлема Australian Open играет с победительницей другого в сезоне турнира большого шлема французского на кортах Ролан Гароса. Это Жустина Нинарден. То есть это две самые сильные теннисистки, которые заслужили право играть в финале Умблдона. Здесь все вполне логично. Они уже совсем не юные, они уже зрелые, достигли того как раз возраста, когда раскрывается полностью дарование. 27 лет Моризмо, 24 года, Жустина Нинарден. Они играют в такой достаточно интересный и разнообразный теннис. Они предлагают творчество на корте, что тоже своеобразно, потому что это нечастое явление в женском теннисе. И именно две теннисистки, наиболее ярко отражающие вот эту тенденцию, и оказались здесь в финале. 22 победных титула в активе у Амели Моризмо. И вот я уже говорила о ее победе на Australian Open в этом году. Ну а в Умблдоне она трижды была в полуфиналах. Трижды в 2002, 2004 и 2005. И, наконец, в 2006 она в финале. А кажется ли этот выход в финал ее главным достижением или станет она чемпионкой? Ответ на этот вопрос мы получим через час-полтора, может быть, два, если игра затянется. Конечно, все ждут интересный финал, все ждут напряженный финал. Но не очень часто это получается, потому что психологическое давление, несомненно, вмешивается в ход того состояния, в котором находятся финалистки. И вполне возможно, не исключено, конечно, что не сразу каждый из них найдет свой теннис и будет способна показать лучшее, на что они сегодня готовы. Но, тем не менее, наверное, по такому предварительному раскладу это может получиться довольно интересная игра. Да, конечно. Но самое главное, что вот то, что ты отметила, то, что это теннисисты, которые совершенно отличаются от всех тех, кто сейчас играет на женском туре. И я думаю, что именно то, что они обе играют одной рукой, у обеих очень хороший удар с правой подачи, то, что любят играть с лета, говорит о том, что им будет сложно. Потому что не часто они встречаются с такими соперниками. Именно такие соперники, ведь ты привыкаешь к определенному стилю, ты привыкаешь свою игру как бы настраивать на определенный стиль для того, чтобы добиваться результата. А здесь нужно перестраиваться. И перестраиваться каждый. Вот иногда шутили, что левша против левшей больше всего не любят играть. Ну, примерно здесь то же самое. И, конечно, будет очень интересно, как они приспособятся вот именно к этому стилю игру каждого. Мне кажется, что, естественно, в данный момент, как мы не раз говорили, что в финале Умбалдонского турнира, в полуфиналах, психологическое состояние играет главную роль. Потому что, да, они должны приспособиться. Но все-таки, как они это сделают и как быстро отпустят нервы, как быстро адреналин начнет работать в том направлении, в котором нужно, я думаю, что мы вместе с вами будем и наблюдать. Но, во всяком случае, хотелось бы, чтобы матч получился интересным. Потому что, действительно, они очень разнообразные игроки. 24 года Юстина Нинарден. Она выиграла 27 победных турниров. Имеет в своем активе. Но она выиграла все турниры, кроме Умбалдонского. В 2004-м победила в Австралии. В 2003-м, в 2005-м и 2006-м выиграла французский чемпионат. И в 2003-м победила на US Open. Если добавить к этому еще и ее победу на Олимпийских играх в Афинах, можно сказать, что она имеет полный набор всех достижений, которых мечтают теннисистки. Нет только победы в Умбалдоне. Вот этот самый победный Умбалдон рассчитывает она провести сегодня. Последний финальный матч. До этого она пришла сюда, к этому финалу, не проиграв ни одного сета. Вообще она имеет 17 подряд выигрышей на траве, включая турниры в Изборне и в Умбалдоне. И не проиграла ни одного сета. Тоже. Да, действительно, она играет в очень убедительный теннис. Она уверенная. И причем в полуфинале мы наблюдали еще и за такой интересной вещью, что она не только использовала свои удары, она использовала уже и психологию. Она как бы задирала своего соперника. Она как бы чувствовала тонкие вещи, которые раздражают соперника и вне игры, и даже в таких мелких моментах, когда мяч не разыгрывался. Как мы говорили в полуфинале, она использовала все для того, чтобы эта победа, победа в данный момент над Кластерс, была у нее в руках. И я думаю, что сегодня, зная прекрасно Эмиле Моризмо, она будет обязательно пользоваться тем же самым. Ее муж, естественно, ну и близкий. И, кроме того, там же, конечно, сидит тренер Карлес Родригес, которого сейчас нам не показали, но покажут еще не раз. Итак, игра начинается. Финал у Эмболдона 2006. Женский турнир. Подает Эмиле Моризмо. С первого же момента, собственно, мы это видели и в предыдущем матче против Шараповой, Эмили сразу же пошла вперед, но действительно, каждый раз ее выходы приносили ей огромное количество победных очков, а самое главное, что мне так кажется, что каким-то образом нервы ее, ну, как бы успокаивались, когда она так агрессивно играла. Да, вот мы заметили, что для нее активные действия – это больше надежность и уверенность. Но, с другой стороны, она умеет сейчас и играть стабильно, играть в защите, и в такой защите, которую пробить почти невозможно. И с этой позиции, как раз, мне кажется, она и представляет особую опасность для Жустины Нинарден. Да, действительно, это так. По 15. Очень интересная тактика. Вдруг Эмили решила вызвать вперед Чистин. И, конечно же, не получилось. Чистин прекрасно выдержала паузу, была немножко удивлена о таком решении своей сопернице, но справилась на 100% и играла очко в 15-30. Вот это спасало Моризмо, когда она играла с Шараповой. И в самый решающий момент именно эта игра, такая уверенная игра слета, и дала ей преимущество в решающей партии. Мы обратили внимание, что Эмили Моризмо, пожалуй, единственная из теннисисток, которая любит и умеет выполнять вот этот вот элемент подачи с выходом вперед к сетке. У Жустины тоже он есть в активе, но она все-таки почему-то предпочитает другой теннис. Она предпочитает играть позиционно, а затем уже выходить к сетке для завершающей атаки. 30-40. Три раза проиграла мяч Моризмо в первый квадрат. Ну что, еще три раза она вышла вперед, и трижды выиграла вот так, уверенность лета. Ровно. Конечно, первый гейм самый трудный для той или другой. Особенно он ответственен для Эмили, потому что здесь будет, конечно, борьба подач, очень несомненно, и задача держать свою подачу постоянно. И тот, кто первым подает, тот все-таки более уязвим, потому что еще не наступил момент, когда ты справился с нервами до конца. Ты сейчас сыграла мягко, Эмили. Немножко медленно пошла вперед к сетке, именно поэтому Жустина сумела принять ей прямо в ноги. Но это уже было завершение. В замедленной съемке было видно, как настраивала себя на этот завершающий удар Джастин. Она даже хватку как бы проверила. И уже наверняка сыграла. Настя Мыскина жаловалась на то в своем интервью, что очень хорошо Эмили подавала, и поэтому ей сложно было каким-либо образом завязать игру на ее подаче. И вот сейчас опять три раза у нее как бы меньше в розыгрышах, и три раза она подает первую подачу в левый квадрат, а выигрывает очко. Каждый раз подавая в первый квадрат, и Эмили испытывает непонятно определенные трудности. Возможно, та заготовка, которая была подготовлена, наверное, была разгадана сразу же Джастин, и поэтому она в таком затруднении. Нужно срочно что-то менять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо изощренно защищалась Моризмо, но вела игру Эмили, и это предопределило успех ее в этом розыгрыше. Это был первый брейк-поинт, на котором Эмили побоялась пойти вперед к сетке, и осталась на задней линии. Четыре минуты продолжался первый гейм, и в счете повела бельгийская теннисистка. Но сейчас очень-очень интересно, потому что обычно, когда мы говорим о том, как они играют, вот как раз мы видим, что четыре раза выиграла Моризмо, и пять раз выиграла Джистин Эненарден. Ни разу не играли на траве. Подает Энин. Пожалуй, если сравнивать их подачи, то у Энин чуть-чуть послабее подача, чем у Моризмо. Но Энин надежнее в игре по всему корту. Вот сейчас мы увидели, что при ее надежности в игре по всему корту бывают и такие выхлопы. Кстати, очень интересно, в своем интервью до матча Джон Меккенров сказал о том, что и та, и другая, особенно Джистин, имеют большой замах справа. И именно этот момент они должны учитывать, потому что и у той, и у другой есть резанный удар, который заставляет вот так не справляться с точкой удара. Вообще и у той, и у другой вот на траве, мне кажется, проблема больше как раз в ударе справа. Но Энин и в этом компоненте, мне кажется, все-таки более стабильный. 30-0. А, извините, по 15. Многовато. Это ошибок у Моризмо. Опять же, возвращаясь к полуфиналу, мы можем вспомнить, что в полуфинале, в первом сете Моризмо сделала всего одну ошибку. Одну. И то, это была двойная ошибка. С игры она ни разу, ни разу не допустила неточности. Сегодня уже довольно много. Ну, что и та и другая прекрасно двигается, но и то, и другая прекрасная реакция слёта. И то, что сейчас мы видели, это, в общем-то, прекрасное понимание места на площадке. Самое главное, что это очень сложно сделать, когда ты находишься у сетки, потому что игра очень быстрая. Но частин справилась на 100%. 40-15. Вот тот самый стиль, который проповедует Джистина, она не сразу идёт вперёд к сетке, она выбирает позицию, которая даёт ей возможность атаковать. Или, может быть, идти на завершение атаке. И вот красивый проход вперёд, и 2-0 впереди Джистина Нинарден. Во всяком случае, вот в этих двух геймах Джистина выглядит немножко легче. Это значит, что она расслабилась чуть-чуть быстрее, чем Моризмо. Но, конечно, напряжение большое, подача проиграна, поэтому... Да, у меня просто начало было очень удачным для Джистины, и это позволило ей почувствовать себя поспокойнее. А Моризмо, конечно, зажато, и необходимо выиграть первый гейм для того, чтобы почувствовать, что она соответствует финалу. Каждый, выходящий сюда, всё равно думает о том, достоин ли я быть здесь. Не могу ли я случайно испортить праздник всем тем, кто собрался здесь. А стадион переполнен. По 15. Очень хорошая, очень точная подача. Скорость 114 миль в час. Это значит, ну, это для женского тенниса очень хорошая скорость. Моризмо может подавать и больше, и сильнее, то есть, вернее, быстрее. У неё до 120 миль доходит подача иногда. Задумалась и заволновалась. Большая была пауза между первой подачей и второй. Кстати, та и другая Теннисиски несколько раз изменяли движение своей подачи, как бы искали то самое простое, которое не должно подвести. Ну, Амелии была травма, она из-за этого поменяла. Ну, Ачистин просто совершенствовалась. Очень тонко сыграла сейчас Юстин. Она сыграла такой ползучий мяч, который нужно было, во-первых, обработать очень хорошо. Давайте посмотрим, вот этот вот удар. Вот он был низкий, надо было подойти вплотную к сеточке, что и сумела и сделать Моризмо, как она хорошо физически готова. Ну, ещё ко всему же обладает прекрасным чувством мяча. Первая ракетка мира должна, наверное. Да, конечно. Хорошо, корольный удар по линии. Это тот, который пугает всех мячистых, действительно Моризмо. И у Чистин слева прекрасно по линии. Просто они обе владают изумительным ударом слева, потому что одной рукой для того, чтобы, как бы сказать, удар слева, он редко степенно в женском туре, да, в принципе, в мужском тоже. И поэтому только очень способные, очень координированные девочки могут себе позволить вот такую роскошь. Вот показывает, кого. В 6 часов 52 минуты затратила Жюстина Нинарден на путь свой к финалу. Ни одного сета она не проиграла. Среди тех, кто попал под колеса этой бельгийской машины, и две российские теннисистки, Екатерина Бычкова и Аня Чеквитат. Жюстина обладает тем удивительным качеством, которое позволяет ей, если она в хорошей форме, проходить все этапы без особого сопротивления. А у Аймири Моризмо было все-таки больше проблемы. На почти полтора часа больше она находилась на корте, но тоже, в общем, не так уж сильно, сверхсильно устала. И кроме того, два последних матча она провела в трех сетах. Ну и соперницы были достойны этих трех сетов. Настя Мыскина и Маша Шарапова. Прекрасно сыграла слет от Чистин на паузе. Мало того, что она прекрасно подошла к сетке, она была в идеальной позиции, она еще и ко всему же выдержала паузу, что, собственно, позволила ей возможность сыграть за соперника. И Моризмо со своими физическими данными ничего не могла сделать. Пока играет увереннее, нахальнее и так расслабленнее Чистин она. Может быть, она просто сильнее, а может быть, Амели еще ждет своего момента, когда она заиграет в свой теннис. Пока и в защите она действует не так изощренно, как это было, например, против Маши Шараповой. И мяч не постоянно сидит на ракетке у Амели. Очень много ошибок. Чистин как бы не дает ей времени раскачаться, потому что, действительно, игра задней линии в одном темпе, собственно, что было в начале матча с Машей Шараповой, как бы налаживает игру Моризмо. А Чистин предлагает только рваный темп. Очень хороший выход вперед после отскока. Она как бы не сразу сыграла с лета, а дала мячу опуститься на хавкорте, и потом была хозяйка положения. 40.15. Вот, пожалуй, первый мяч, когда, бегая на задней линии, Моризмо как бы прошла насквозь, прошла сквозь мяч, и таким образом поставила Чистин в чуть-чуть более сложной ситуации, с которой та уже не могла диктовать условия и ошиблась. 40.30. Ну, при таком счете можно рискнуть. Тут идеальная подача, тоже 114, подправа. Чистин как бы и пробует новые варианты, и как бы продолжает атаковать, продолжает держать весь контроль матча в своих руках. 3.1. Ну, вот это такая грубая ошибка, в общем-то, может быть, даже на вдохновение, но она была не проконтролирована движением, и это грубая ошибка. Опять же, в первый квадрат очко Моризмо проиграла. 0.15. Мне думается, что это свидетельство того, что она по-прежнему зажата. Мне кажется, что вот такие вот удачные обводки, которые выполнил сейчас Моризмо, это как раз то, что может дать ей все-таки некий импульс на уверенность. Кстати, вот этот удар справа, который вы сейчас видели, еще раз повторились на обводке, это такая современная уже, как бы современная интерпретация удара справа с обратным вращением, потому что из центра очень тяжело обводить именно по линии. Ну, Моризмо справилась с этим. 30.15. 30.15. По всему порту свободно все-таки играет. Она может и держать игру, и может внезапно перейти на такую завершающую атаку. Как только мяч поднялся чуть-чуть, было выше сетки, она тут же вошла к нему, у нее было достаточное время, тут же атаковала. Ну, сейчас прочувствовала, она прочувствовала, опять Джистин прочувствовала, что Моризмо идет вперед, и хотела сыграть низко, необычным крученным, потому что, опять же, мы можем немножко такие дополнительные сведения, когда крученным ударом принимаешь, то мяч, естественно, должен пройти сначала по более высокой траектории над сеткой, что дает возможность игроку слета легче приспособиться к ответу. 40-30. Насколько играла я Нинда, это был такой неоправданный риск, но, в общем, наверное, это тоже необходимо для того, чтобы чуть-чуть почувствовать свободу дополнительно. Свобода уже есть у нее, но ей нужно чуть побольше. Мне кажется, она предполагала, что вторая подача должна быть с подкруткой. Опять же, я говорю о том, что как только подкрутка, так только есть время для подготовки. А Моризмо удачно подрезала в самый последний момент. Это говорит о том, что у нее технически очень правильная подача, и соперница не могла прочесть, какой же из ударов она выберет для того, чтобы подать второй подачи. И вот выиграла таким образом и гейм, и время мяч, и гейм. Кстати, очень интересно. Когда-то давно вот такой стиль игры, естественно, присутствовал на кортах. И Белиджин Кинг, и Маргарет Корт, и Вирджини Уэйд, которые сейчас сидят на центральной ложе, именно они и диктовали этот стиль. Потом перешел стиль Крис Эверт, и, естественно, Стэффи Граф, который, может быть, играл одной рукой, но к сетке особо не выходило. Я думаю, что те девочки, которые, возможно, сейчас смотрят и наблюдают и делают первые шаги на теннисном корте, может быть, тоже возьмут на вооружение игру одной рукой, и через 10 лет мы их увидим здесь на центральном корте Уимбудонского турнира более совершенными. Я думаю, что это происходит все-таки не от этого. Технология шагнула вперед, и вот новыми ракетками на задней линии гораздо надежнее и спокойнее играть. А потом для того, чтобы достичь совершенства в игре с лета, нужно время, гораздо больше времени. А вперед выходят, особенно 18-17 лет, именно те, кто не ошибаются и бьют со всей серии на задней линии. А те, кто мог, возможно, показать что-нибудь интересное в игре с лета, идут в университеты. Да, 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 это да. И, конечно же, потому что еще сетка такая большая, и маленькой девочке, которая, естественно, сейчас начинает с 6 лет уже играть, и соревнования иногда играет уже в 7 лет, то практически никто не выходит. Это нереально. Это просто трудно. И я думаю, что, конечно же, только самые талантливые, вот такие талантливые, как эти две теннисистки, могут себе позволить такую роскошь играть одной рукой. Вот первая, пожалуй, интересная комбинация, проведенная Амели Моризмо, которую мы увидели, начиная с самого начала этого финала. Пока что еще Моризмо и не показала свой настоящий теннис. Она играет, ну, в атаке неплохо, но не с запасом, так, на пределе, а в защите, в общем, довольно робко. По 15. 15-30. Между прочим, наверное, вот такая удачная игра Моризмо чуть-чуть взволновала на какой-то момент и Энин. Поэтому сейчас она поспешила со своей атакой. А как удачно Моризмо приняла таким плоскорезанным ударом, который как бы совершенно не отскочил на хавкорте. И вот именно из-за этого было сложно Джистин сыграть справа точнее. Ну, сейчас прием был достаточно короткий и удобный для завершения атаки. Кстати, Джистин, она, как я уже говорила, она пытается воздействовать на соперника всеми возможными вариантами, которые только существуют. Сейчас она сама себя подбадривала. Да, когда она кричит Али, очень хочется рассердиться на нее, я знаю. Ну что ж, вот добилась своего. Сейчас Моризмо она диктовала. Впервые, пожалуй, да, на задней линии она диктовала условия. Она разводила свою соперницу. Да, вот это первый гейм, который она проводит близко к своему тому классу, который сейчас вот мы видели на протяжении этого Умблдона. Особенно Шараповой. Да, Шараповой это была просто блестящая защита, непробиваемая. Ну что ж, так было все открыто и поторопилась. Номер первый в мире вдруг поторопился, потому что уж очень хотелось сделать быстрее брейк и использовать свой коронный удар слева по линии. На мяч-то не пошла? Нет, и не пошла, и не успела. Аккорд был открыт. Как понятен нам этот теннис, Аня? Понятен с выходом в сетки и прекрасная игра слетка. Ну действительно красивая комбинация. Немножко робко обводила Моризму. Вот этот вот обводящий удар, он был скорее защитный удар, а все-таки обводить нужно наверняка, рискуя. И Польша. И Польша. У Джистин. Устояла у Джистины Ней-Арден на своей подаче. У нее был один момент довольно опасный, когда у Моризму был брейк-поинт, впервые в этом матче. Но поспешила француженка. А Анина опять сделала одну хитрость. Она сделала так громко, постучала ногами, как будто она идет вперед к сетке. И заставила сразу же заволноваться и немножко потерять контроль Моризму. Знаешь, я знаю, что Джистина никогда в жизни не тренировалась у Нико Балитери. Вот эти приемы, которые она использует, такое ощущение, что кто-то с какими-то шпаргалками оттуда к ней приехал и ее научил. Действительно, это такое маленькое трюкачество, которое, в общем-то, раздражает соперника. И она этим пользуется, все знают, но все равно это продолжает раздражать. Опять же, Хабвулей играет всегда прекрасно Моризму. А сейчас она выполнила этот удар, но чувствовалось, что абсолютно не слушаются ее руки. Вот нам показывают ее тренера, Люа Куртуа, и тренер по физподготовке, который, конечно, видит вот это волнение Моризму. А Моризму шесть ошибок против четырех Луэнин. Сочетание вот такого вот красивого тенниса с пока еще все-таки полной зажатостью. Не в своей тарелке, можем сказать, что пока НН сделала так, чтобы Моризму была не в своей тарелке. Ей неудобно. И, в общем-то, это самое главное, что добивается соперник. То есть Джистин себя чувствует лучше. Она выбрала правильный путь до вот этого момента. которым она хотела обыгрывать свою соперницу. Да, Рио. Вот если сравнивать, почему трудно Мили Моризму против Южистин, ну, в сравнении с Машей Шарапой. У Шарапой все-таки прямолинейный теннис. Его можно было предугадывать. А у Анин как раз главная идея это создавать комбинации по ходу, рождать их по мере того, как они могут появиться. Именно это и создает дополнительную трудность Моризму. Она не может ни угадать, ни предвидеть. Поэтому она в некоторой какой-то растерянности. Это ощущение такое, что не дает возможности, не дает возможность Юстин Моризму как бы найти свой ритм. Она как бы прибиться. Она вот, допустим, сейчас неплохо подала. И тут же рваный, такой совершенно неожиданный прием по линии, который даже не ожидала Моризму. В этом и сила как раз Юстин. Она в момент, когда она подходит к мячу, она, может быть, даже еще и не знает, какой прием она выберет. Но интуитивно выбирает правильный. Вот обратите внимание, только что, когда было больше на подаче Моризму, был прием крученый, ну, поплоско крученый. А сейчас был резанный. Это значит, что совершенно два разных, две разные скорости. И два разных темпа, потому что сейчас был более-менее плавный, а до этого был очень резкий. Это брейкпоинт у Мели. Простите, на подаче Мели у Юстин и Нин. Я на 100% прочувствовала направление подачи, потому что вот так принять, это когда ты должна предугадать направление подачи, потому что очень сложно это сделать. Значит, она или прочла подброс, или просто ощутила своим внутренним состоянием именно это направление. Опять два. Это довольно большое преимущество, которое имеет Юстина и Нинарден в первом сете. Всего 29 минут сыграно, а уже может завершиться буквально в ближайшие несколько минут первый сет, который даст, безусловно, определенный перевес Юстины и Нин. Подает она новыми мячами. Попала. Да, 15-0. Точно в линию положила мяч. Большое преимущество в геймах, и самое главное, что найдена игра, а у Моризмо пока этого нет. Да, у Моризмо пока еще зажата и напряжена. И она даже, мне кажется, не видит, что она должна сделать для того, чтобы поменять, как бы взять мяч в свои руки. Ну, именно поэтому она и не видит, что она еще не стала самой собой. Все то, что получалось в полуфинале, совершенно не получается сегодня. Это вот то, о чем мы говорили, когда они выходили на корт. Теоретически, должен получиться матч очень интересный, но только при условии, если обе, и та, и другая, будут показывать свой теннис, которым они владеют. Если Жестин сейчас чувствует себя все увереннее и увереннее, то Моризмо это сказать никак нельзя. Тройной сетбол. Подача на вылет. И с первого же сетбола Жустина Нинка берет первую партию. Было много красивых ударов, было, может быть, даже много красивых комбинаций. Больше у Чистин, естественно, намного меньше у Моризмо, но пока вот нет напряжения, того напряжения, которое должно быть в финальном матче. Есть только нервное состояние, которое мы сейчас видим в большей степени, естественно, у Моризмо. И свобода, свобода, и, собственно, правильно выбранная ориентировка, куда и как играть, вот это рвать постоянный тэп, не дать возможности Моризмо войти в игру, Жустина выбрала правильно. Она для себя это решила, и у нее получается. Таким образом она легко выигрывает первую партию. Ну, наверное, каждая бы захотела таким образом сыграть. Но вот с Карлосом Родригесом они наверняка придумали эту тактику, опираясь на то, что Жустина владеет этими приемами. Потому что предложи такую тактику, такой тактический вариант, например, вполне доступен Насти Мыскиной. И, может быть, не хватило стабильности в третьем сете, я говорю о Насте. Она была ближе всех, пожалуй, к правильному тактическому решению в игре с Амили Моризмо. Ну, если не брать только Жустина и Нин. Сегодня здесь весь сбор, сегодня принцесса Бельгийская сюда приехала. Ну, в общем, для Бельгии такой небольшой все-таки страны достижение в спорте это возможность напомнить о себе всему мир. Ну, ты уже сказала о том, что действительно, если мы когда-то видели на этом центральном корте чемпионку Франции, победительницей Балдонского турнира, то из Бельгии мы не видели ни одной теннисистки, выигравшей этот турнир. Ну, мы тоже с тобой не видели чемпионку Франции. То есть мы знали, во всяком случае, мы видели ее по телевидению, в кино. Мы видели ее на записи, на кинопленке. 15-0. Вот от этого первого гейма очень многое зависит. Если Моризмо не позволит себе допустить каких-то грубых ошибок и поведет в счете, то тогда, возможно, будет равная борьба. Это то, чего все ждут, безусловно. Нет. Это тоже. Рядом был мяч, но подача была красивая. Моризмо била, а Анин уже ждала этот мяч. Именно там, где он и приземлился. Странно, что не выбрала свечу, потому что, в общем-то, у нее очень хорошая обводящая свеча справа и так близко к сетке была Моризмо, что, в общем-то, она опрашивалась именно такой ответ. 40-0. Моризмо. Моризмо повела. Легкость, с которой она выиграла этот гейм, пока ничего не говорит. Может быть, действительно, Чистин чуть-чуть расслабилась, может быть, действительно, подачи были очень удачные и очень хорошо было выбрано направление. Вот это Мария Буэна. Самая грациозная, наверное, победительница Умблдуэна. Рядом с ней в очках Маргарет Корт, а за ней, за ними в темных очках Вирджиния Уэйт. Англичанка. Кстати, когда Вирджиния выиграла, Королева приехала. Впервые, впервые приехала в этот раз. Ну, а Маргарет Корт выиграла турнир Большой Шлем. После нее это не смогла сделать только Стефиграф. Вообще, она имеет в самом активе самое большое количество побег в турнире Большого Шлема. Даже Мартина Врателова, в принципе, выиграла турниры все, но никогда не сделала это в один год. 0,15. Удачная подача под право. Вот этот прием Маризмо очень хорошо проходил против Шараповой. Она играла подставкой. Чаще делала эту подставку слева, потом Шарапова туда подлево подавала. Ну, и справа тоже над таким блоком очень грамотно играла. А вот здесь сегодня против ИНИН подставка выглядит очень легкой добычей для ИНИН. Вот это что-то странное. Ну, возможно, это было просто чуть-чуть ветер, а возможно, то же самое напряжение вдруг у нее началось. Ну, мы посмотрим, не будем. Давайте посмотрим, как это произошло. Ракетка, у нее, кстати, ракетка даже выскочила. 15-30. Второй мяч. Отлично сыграла Моризмо в стиле ИНИН, ну и в своем тоже, но ИНИН как раз таким образом сбила Моризмо во время ее подачи в первом сете. Ты знаешь, я думаю, что вот историю нужно знать. Вот этот прием был феноменально использован Мартины Навратиловой, когда она играла, ну, в общем-то, против игроков любого, с любым стилем. Это достаточно распространенное явление. Мартина первой придумала ее. Нет, это в мужском теннисе всегда существовало и Мартина может быть это заимствовало у мужчин. Да, я не поздно. Первую укороченной. поторопилась, как просто поторопилась, играла на отбышь, и казалось, все так было легко, но что-то случилось. И вот Моризмо уже ведет в счете 2-0, будет подавать, и она уже так сжала кулак, себя саму уговаривая на то, что может быть все-таки она уже боец. интересный план. На крыше находятся камеры, все время такое ощущение, что камера отъедет, и мы увидим весь стадион. Сегодня почти пустой. потому что все зрители находятся здесь, на центральном корте. Большинство зрителей. Да, даже те, которые хотели прийти и войти просто на корт, они прекрасно понимали, что из-за того, что такая хорошая погода, то матча практически вне центрального корта не будет. И поэтому, естественно, можно было просто только насладиться игрой по телевизору, по этому огромному огромному экране, который находится теперь, я не знаю, Хенман Хилл, Мари Хилл или кто-то. Он обычный пикник-арена. Да, пикник-арена. Сейчас момент немножко напряженный для Маризму, но она вот уже сейчас грамотно справилась с этой задачей. Мы помним, что подобная же картина была на середине первого сета. Именно тогда, находясь в спешке, Маризму допускала неправильные решения. А сейчас она уже сделала это гораздо грамотнее. По 15. Очень хорошо повернула плечи и смогла даже сделать паузу. И подача последовала та, которая владеет Маризму. много ошибок, намного больше, чем это было естественно в первой партии и практически со всех флангов и справа и слева. Ну, ситуация немножечко меняется. Пока еще нельзя сказать, что кардинально изменилось, но все-таки инициатива потихонечку приходит в руки к Маризму. но вот сейчас первая такая ошибка, она тоже немножко... сторона перемудрила. Она заволновалась. Меня смутила эта ошибка на подаче, которая в принципе не должна была быть сейчас, потому что все спокойно, большое преимущество и вдруг робкое движение. Да. Ну, это бывает... Это постоянно бывает, наверное, в финале особенно. Ну, а Мелли тем более, потому что у нее бывают такие маленькие... Ну, что сейчас мне кажется, даже просто повезло, потому что она попала с леда, играла, рисковала, попала просто в линию. Неожиданно счет. 3-0 после того, как ты выигрываешь первую партию, отпускаешь 2-0 во второй и отдаешь все своему сопернику. Вот маленькие ошибки были допущены в начале самого... Ну, в начале второго сета. А может быть, просто из-за того, что так уверенно сыграла Моризмо первый гейм, вдруг появилось такое маленькое напряжение и маленькое раздражение и вот эта грубая ошибка на подаче. Все это каким-то образом дало маленькое преимущество. Я считаю, что небольшое. Вот ты говорила, а потом я с тобой пошла, что у Моризмо не может быть большим преимуществом, потому что ее нервная система это самое главное, что вообще есть в ее игре. Если она чуть-чуть дает сбой, то во всяком случае игра может провалиться. Да, ну, в общем, выигран один гейм на подаче соперницы. Это небольшое преимущество, но оно дает Моризмо хоть маленькую надежду. И она постепенно начинает входить в тот теннис, который, собственно, и бывает опасным. Вот видите, сейчас не было обводки, но была резкая игра прямо в тело. И не успел уже среагировать на этот удар Жюстина на. То есть Моризмо способна уже принимать правильные решения, и мы это видим. не дошла до сетки, наверное. Очень медленно шел мяч. Действительно, для игрока такого класса, как НН, с ее скоростными качествами, с ее идеальной техникой удара слева, слишком долгая была, вот слишком долго мяч как бы выходил входил в корт. А вот Эмин уже второй раз ошибается. Правильно все делала, пошла даже с подачи к сетке для завершающего удара, потому что почувствовала, что Моризмо сейчас уже вполне надежно играет на задней линии. 15-30. 15-30 на подачи НН. Второй мяч. Все чаще и чаще пытается на вторую подачу. А вторая подача у них высоковато. Немножко не очень надежно. Ну что ж, чувство мяча, чувство ситуации, ну и немножко счастья. очень часто сейчас стали теннисисты пользоваться этим ударом слева, справа, резаным. Ну, есть, естественно, определенные преимущества, только в том, таким ударом, который выполняется по-восходящему. 40-30. Тенниси, психология важна. Вот такой гейм, где Джистин сделала несколько простых ошибок, очень простых. Если Маризмо не возьмет, она, наверное, его не возьмет. Кто знает. Ну, повезло ей. Она бы его не взяла, если бы несчастье. Вот Маризмо же очень интересно выиграла австралийский чемпионат. Она выиграла чемпионат, когда три теннисистки отказались от борьбы. Школьна сильна была. Нет, я знаю, три отказались обезнать. наверху там где-то распорядили, чтобы все-таки Амелье выиграла большой шлиф. Потому что уже было обидно, что игрок первый в мире никак не может это сделать. Вот и сейчас ей вдруг повезло совершенно неожиданно. двойная. Парадительно, тоже который гейм частин допускает грубые ошибки. И игрок с такой невероятно изумительной натуральной координацией делает ошибки, которые, в общем-то, ну, свойственны только игроку начинающему. Но это все говорит о том, что нервное состояние финала и нервное состояние матча берет свое. Снова выполняю удар слева. Свой коронный удар вместо того, чтобы войти в мяч, а потом закричать себе «Алло!» «Алле!» «Алле!» она отваривается назад и выполняет такой какой-то отправляет туда пузырек такой на ту сторону. Который выходит за пределы корта. Не точно. И опять не попадает, вновь не попадает первая подача. Мягко. Ну что ж, обе были в такое положение. Слеты, обе готовы были, но все-таки, конечно же, вот эта свеча слета, которая получилась у Эмили, она хотела, конечно же, или укороченной, или низки резаной, не прошло. И тут же сразу же, да, сразу же взяла инициативу Чистин в свои руки. Сейчас такая появилась в лице легкая уверенность, такая немножечко задиристая такая. Она себя так возбуждает. Ну что ж, должна была красивая обладная свеча пройти у Морезмо, а получилось какое-то подобие подкидки. Те вещи, которые, допустим, переживаем мы вместе с вами, я думаю, что переживают игроки, прекрасно понимают, Морезмо прекрасно понимает, что такого количества ошибок, которые были допущены в этом гейме, у нее больше не будет. И надо, естественно, гейм брать. Но вот именно это ее и делает более жесткой. И она совершает еще и сама ошибки уже. А нашла ведь игру чуть-чуть, но нашла уже в начале второй партии тот стиль, который дал эти три гейма. Но не может в свою очередь и Жюстин Эне справиться с нервами. Торопится. Такая идеальная координация движений вдруг становится ей не подвластной. Я думаю, что Морезмо, которое практически 100% поднимает этим резаным ударом, плоско-резаным, немножко себя как бы таким образом ограничивает возможностей. Больше. Сколько ошибок, а стоит с другой стороны. гейм ошибок. Можно сказать, что четвертый гейм второй партии это гейм ошибок с той и с другой стороны. Кто же выдержит? И то, и другой очень необходим. Этот гейм. Морезмо, чтобы увереннее завершить первую и вторую партию, во всяком случае шанс у нее получится более, будет более уверенный. Ой, как грубо. Нет, но сейчас слишком робко, по-моему. Робко, и опять этот плоско-резанный, который уже практически не дает того, что он ей, как бы, он не помогает. Больше. Все-таки Жюстин выигрывает, и Амеля Морезмо ведет 3-1. Кстати, последним ударом, когда она даже из той ситуации, когда Морезмо сыграла в аут, она заставила себя пробить, она как бы расслабила себя. Вот посмотрите, весь этот холм, вся эта арена пикника, пикник-арье, как говорят, здесь, вся заполнена. Там очень сейчас хорошо сидеть, потому что солнце, 24 градуса, и не жарко, и не холодно. Типичная английская погода в этом. 15-0. Хорошо, подала. Не очень сильно, но, наверное, правильное направление сбрала. Вынуждена была рвануться в сторону. Морезмо. Перестала вести игру, Морезмо. Стала играть на удержание. Просто откровенно на удержание, и это очень рано. Мы знаем, что в футболе, если ты забьешь голо, потом начинаешь переходить в защиту, это приводит к поражению. Донеси тем более. Немножко помогает сейчас Жюстин, но Морезмо по-прежнему остается на задней линии. 30-15. И вот сейчас в этом гейме совсем не проходит первая подача. Ну что, одни ошибки. 40-15. Конечно, хорошая подача, конечно же, трава уже стала не той, которая нужна. Она уже, естественно, неровная, но, в принципе, все игроки знали, что к финалу травы практически нет, практически нет. Решила пробить посильнее. 117, но точности не было. Интересно, избрала такое направление сейчас иное. Если бы попал мяч, это был бы, конечно, роскошный удар. Но, тем не менее, 4-1. Впереди Морезмо. Наступает тот момент в матче, когда, в общем-то, одна должна как бы уже немножечко думать о том, чтобы разыграть себя к решающей партии, ну, а вторая должна, естественно, добиться того, чтобы наступила решающая партия. Ну, посмотрим, естественно, что как же та и другая будет к этому, как они будут это делать. Мне кажется, что Морезмо не на все сто, но уже вошла в игру. А вот Энин в связи с тем, что Морезмо начинает играть более-менее четко, от этого заволновалась и задергалась. И сейчас, в общем, психологический перевес, небольшой, но перевес все-таки на стороне Морезмо. Красиво. И заставляет себя Энин скинуть в себя вот эту вот нервозность. И именно поэтому она решила обострить игру всегда, когда нужно освободиться от напряжения, нужно найти тот теннис, который тебя увлекает. Нужно увлечься игрой, и тогда сам теннис поможет тебе быть нормальным человеком. Вот смотрите, обе сыграли здорово сейчас. Вот сейчас тот момент, который мы ждали, потому что и атака Энин была очень хорошая, и интересная, и, конечно, обводящая удар. Вот посмотрите, сейчас вы увидите еще раз, в последний момент кистевым движением Морезмо сумела сыграть и тонко, и чисто, и грамотно. Ну, все сделала великолепно. По 15. Она как бы подлетела это у Джистин, который хотел сделать в предыдущем розыгрыше, на приеме. блестяще. Ну, наконец-то, они показывают тот теннис, который мы ждали. Вот он, при счете 4-1 во втором сете. То есть, понадобилось полтора сета на разминку, чтобы и та, и другая заиграли. И тут, в общем, небольшой перевес в этой изощренной игре оказался на стороне Морезмо. 15-30. И та, и другая в своем интервью говорили, что да, мы талантливы. Ну, вот что ж, действительно, мы все еще раз это увидели. Ну, что сейчас такая мощная игра под право Морезмо. Все знают, то, что Эмили пыталась исправить, она работает над своим ударом, она пыталась идти после того, что как у нее был очень крученый, перекрученный удар, она хотела его сделать более плоским, ну, и срывается он у нее иногда, когда вот такая атака. Она немножко, по-моему, хотела изменить хватку, но все-таки это не удалось. Что с ней и таза? 40-30. 14 выигрышей, 10 ошибок у Морезмо, 17 выигрышей и 12 ошибок у Энин. Ну, примерно равны они. Больше ошибается Энин и больше выигрывает. Второй мяч. Резче стала играть Джустин. Видно, что как бы собралась. Вот с этих подрезанных мячей очень, наверное, трудновато играть, потому что вот главным образом ошибки идут в ударе справа. И вот Оля мне показала, ну, дескать, очень большой замах. Да, и большой замах, и потом она сама перекручивает и мяч еще вращается в этот момент и получается кикс. Ровно. Очень хорошая встречная была свечка, потому что Энин уже на всех парах мчалась к сетке, а Моризмо, посмотрите, она сыграла подрезанным мячом, но как бы в противоположном направлении от движения Энин. И именно это и предопределило неудобное положение у Юстин, который допустил ошибку. Меньше. Это еще один брейкпоинт. И очень грамотная игра Моризмо. Такая игра теннисистки экстракласса. Юстин заставила себя подать и подать по-новому. Она дала как бы дополнительное вращение, которое в общем-то и оказалось таким роковым для Моризмо. она даже не приняла на другую сторону. Американскую подачу. Да, да, да. Кстати, все чаще игроки вот такого высокого класса. Даже Маша Шарапова уже стала пытаться это делать. Раньше все-таки только был это Моризмо. Ой, извините, не Моризмо, а у Молик из Австралии. Ну и, естественно, в истории были несколько случаев у женщин, которые подавали так. в основном левши. Кстати, волнуются юстины. Не воспользовалась моментом медиа. Больше. левши. Продолжение следует... Продолжение следует... адрес. Здорово. Продолжение следует... Продолжение следует... logу. сейчас играла как бы стилем море зума которым резьбу успешно использовал этом году и против шарапова и против мыскин и такая защита на задней линии этим воспользовалась н.н. и получилось получилось она выдержу заставила резьбу чуть-чуть поволноваться и ошибиться из простой ситуации 42 море зму небольшой перевес совсем небольшой достаточно проиграть одну свою подачу как сразу же ситуация выровняется и сейчас наступает седьмой game game в котором обычно все решается попала вы сыграли очень нестандартно я предполагала что атака будет обратным кроссом под лево да но резьбу сыграл каким-то косым кроссом прямым кроссом под правой и и не на то угадал она заволновалась и так как у нее была грубая практически ошибка и просто повезло что мяч попал в корт она решила не рисковать играла кроссом ну а игрок такого плана как частина естественно могла прекрасно понимать ситуацию и отгадать это что ж вот то что делала море зму против шарапова как только сложно как только нервно нашла вперед опять помогает мне кажется чести немножко забыл об этом по 15 но подача не очень проходит в море зму может быть она старается с первого мяча подать надежно но не слишком сильно потому что вторая слишком мягкая мне кажется вновь наступил тот момент когда море зму почувствовал как бы близость того момента которого ждала выиграть этот вторую партию и нервы немножечко подкачали потому что она опять выглядит зажатой нет свободы но естественно происходят ошибки тут же но седьмой гейм играется и все знают что сейчас самое главное это последовательно продолжать тот путь а вот продолжать все почему-то сложно как не идет на мяч и слишком аккуратно выполняет все движение на резмо тут над 40 все преимущество все что было в общем с накоплено вот в этом второй паре в этой второй партии сейчас отдается двумя простыми ошибками одному молодец мализма заставила себя рискнуть вместе с подачей двинулась вперед вот когда она в движении подает и сразу идет вперед у нее посильнее летит мяч на 115 счета в подтверждение твоих слов и вот как выяснил что это самая самая быстрая подача сегодня сетка смогла повторить такую же скорость на мяч не попал вернее зацепил сетку 2 это срывает срывает игру не на резмо не убедительно бежит на переход да непонятно сбилась почему-то и побежала за семьей за семьей бельгийских болельщиков сидела подруга 1 филол ну что ж при счете 4 2 мы не случайно обратили ваше внимание на то что играется седьмой гейм который может оказаться решающим в этом сете а может быть даже и в матче потому что обычно седьмой гейм это гейм который как бы меняет направление хода борьбы он может с одной стороны помочь тому кто ведет а с другой стороны в случае успеха может помочь приблизить того кто догоняет вот сейчас у и нин появился хороший шанс уравнять игру и в общем может быть и выйти из этого сложного такого психологического состояния в котором она оказалась проиграв сразу же на старте гейм на своей подачи ну что ж мне кажется она допустила тактическую ошибку хоть и вышла вперед потому что принимая подачу маризма совершенно не владела собой и я думаю что и нельзя было вот честен данный момент нужно было как можно дольше играть на задней линии чтобы маризма больше еще сжалась а она вышла вперед и дала к дала возможность маризму рискнуть 0 15 что возможно расслабила и чуть-чуть посмотрим ослабила ли вторая ошибка опять этот реверс выполняла и не на если предыдущий реверс он был очень неудобен потому что это была встречная свеча то сейчас это была уже откровенная ошибка со стороны бельгийской теннисистки вообще ты вез очень сложный удар это один из сложнейших в техническом плане особенно для женщин обмен такими нелепыми ошибками ну следствие безусловно достаточно серьезной внутренней борьбы в этом гейме потому что маризма пытается все-таки сохранить свое преимущество задачей на уравнять мне казалось что вот этим мячом может решиться все-таки 2 2 партия потому что выиграл сделай по 30 то шансов практически у маризму не было бы как бы выиграть этот гейм но а потом уже нервы должны были быть на пределе при своей подачи но не буду загадывать не буду забегать вперед посмотрим все вместе 15-40 надо еще один такой выиграть маризма я не даю это сделать ино она рискует вот это качество чемпионок которые в самый критический момент в самом нервном состоянии находит в себе силы рисковать но самое главное что она это делает и технически правильно да вот этим и отличаются чемпионы их все-таки уровень подготовки настолько высок и так немножко опрометчиво сыграла именно поэтому она потом даже стукнула с разодражением сетки корт потому что она понимала что она проиграла тактически она как бы вывела свою соперницу вывела из шокового состояния она дали возможность она прекрасно понимала что только рисковать и рискуя она таким образом зауважала сама себя она сделала несколько красивых обводок и естественно была в как бы в таком хорошем тонусе и выиграл сделала брейк 5-3 5-3 маризмо во второй партии ведет и на подача как часто стала не проходить первая подача у маризмо в этом сете особенно в конце концовки ну что вторая прошла я считаю что уже просто я мне кажется поторопилась когда что она в общем то немножко размялась как бы в тонусе нет вновь мышцы жесткие и нет ну и на помощь приходит и вести в данном случае амели да просто действительно друг другу помогает чуть-чуть но не будем так уж не говорить потому что это финал болтонского турния это финал которым они стремились и которые очень хотят выиграть хорошее подача хорошо чем публика отреагировал она как бы поддерживает маризмо очень третий сайт смотри конечно 15 мяч в линию в казалось бы как бойковой большое преимущество 5 5 30 15 на самом деле мяч важнейший вот это была красивая игра как она умеет вдруг создавать искусственно такую вспышку за которой идет обострение игры такое резкое такое внезапное что ни одна из соперниц даже маризмо который легко подхватывает такой темп не способна соответствовать по 30 вот столько раз подавала маризмо и столько раз нужна была первая подача и столько раз эта первая подача не проходила сегодня в этом и такими как раз владеет он садили полностью чистин она диктует и темп и скорость и направление ударов маризмо хорошо может защищаться но в данной ситуации не чувствует куда самое главное что она подает а не ведет игру вот это вот опасно для нее а честина это почувствовала именно поэтому озорной взгляд такой у нее мелькнул мол дескать я то понимаю что с тобой происходит я окажусь сильнее молодец это то что надо было сделать может быть раньше но она нашла в себе силы все-таки сыграть именно в этом гейме у меня такое ощущение было что вся команда которая сейчас за нее болеет она дала как будто бы сигналы может быть импульс такой мысленный что нужно это сделать а может быть действительно просто какой-то сигнал кто знает ну ровно все время защищалась маризмо на середину корта и не рисковала она ждала ошибки со стороны и хотя вела игру но решила что она не будет доводить игру до предела она откровенно выжидала ошибки но ошибка все-таки помогла маризмо уравнять игру если бы этот удар прошел это был бы шок что такое а 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 странно потому что была такая белая пыль которая говорит о том что может быть и задел мяч может нам сейчас и покажут потому что на компьютерной графике все будет ясно и видно не знаю сегодня почему то не рискуют не рискуют использовать эту графику накануне очень хорошо третий брейкпоинт да когда надо играл с помогает ее соперница и даже чуть-чуть помогает корт по-моему они в этом смысле равны мы рискуют иногда помогает сейчас хорошая подача скорость максимальная для но очень высокая 110 миль за ухмыльнулись заставила себя наконец первую подать первый же раз прошла первая в этом важном гейме и больше и еще одна блестящая подача которая помогала не пробить маши шараповой которая помогла ей сейчас выбить вторую партию вот встала вся команда на резьму приветствуем успешно амели итак первый сет со счетом 6-2 выиграла юстина на орден второй со счетом 6-3 амели моризмо впереди решающий сет который и назовет чемпионку Умблдона 2006 ну мы немножко так поиронизировали позволили себе поиронизировать по поводу волнений той и другой финалистки хотя очень хорошо вместе с Олей понимаем их состояние и это вполне наверное логично что таким образом ведут себя эти теннисистки ибо ни разу ни той ни другой не удавалось выиграть Умблдон всегда когда приходишь в теннис ты знаешь что существует один турнир выиграв который ты входишь сразу в историю и именно этим турниром и является Умблдонский они уже сделали очень многое но не выиграв Умблдона они все равно не будут полноценными чемпионками не будут ощущать себя полноценными чемпионками именно они это знают и именно поэтому такое и волнение подача инин третий сет решающий сет начался вторая подача и месяц зацепил сетку попала закрутила и попала но зато смеш вроде бы мяч был на ракетке была не точность а смеш она ошиблась мне кажется потому что вот этот удар заставил ее заволноваться она засомневалась был ли он точен и может быть на какое-то время потеряла концентрацию это считанные доли секунды потеря концентрации это уже грубая ошибка такой удар дает очень большие как сказать большое психологическое преимущество своему сопернику потому что он прекрасно он видит открытым как сказать текстом написано волнение хорошо сыграла маризма но инин не лучшим образом защищал да и потом недооценила немножечко даже перебрала вот в этой обводке потому что нужно быть бы немножко аккуратнее ведь ее же подачи и должно было быть 30-0 что собственно сразу как бы дало такое ощущение подъема и самое главное но большого преимущества она переборщил с этой вот обработкой ну она творец она же это делает потому что это приносит ей наслаждение да и она так говорит об этом что теннис это ее главное увлечение и каждый раз когда она вот играет лучше теннис это самое главное и вот именно игра и ей нравится не мучение а игра да потому что она действительно может это себе позволить ее и технические техническое оснащение и физические данные ее очень хороший ритм потому что в общем то она же невысокого роста и для игрока такого маленького роста для теннисистки она владеет изумительным ритмом ударом который позволяет бороться против игроков такого высокого роста как и сестры Уильямс или Девинпорт ну и даже Морисму который ее выше опять срыв это уже не первый случай сегодня четвертая такая по моему ошибка нет это логично потому что большой замах справа на траве когда трава неровная тут очень тяжело даже такому координированному игроку как она сделать все чисто причем тем более она любит атаковать и в общем то ей нужно все очень как то делать в более быстром темпе тем не менее у Энина на 4 ошибки меньше 13 невынужденных ошибок у Энина 17 у Морисму напомню что в первой партии первую подачу сразу же взяла каждый сайт в первой партии взяла подачу соперницы частина выиграл сет а во второй партии Морисму сразу же взяла подачу частин и выиграла но сейчас такое впечатление что они размяли подачу и каждый должен наверное будет поступать так как нужно на траве выигрывать ее в принципе они держат подачу но когда игра подходит к концу там уже нужно держать себя в руках то есть вот эти резные удары которые пользуются Морисму они немножечко ее застопорили она как бы зажалась и вот нет той свободы которую в общем то она отличается когда играет без нервов ну сегодня не может играть она без нервов с одной стороны а с другой стороны вот эта вот свобода которая так нравилась всем она приводила к тому что у Морисму никогда не было стабильности в игре и надежности а в этом сезоне она научилась играть по-другому она научилась держать мяч в своих руках и держать игру в своих руках и поэтому вот за счет вот этой надежной защиты она и стала игроком номер один в мире но все суще напряжение и у той и другой команды я имею ввиду команды игроков пока ни тот и ни другой коллектив не знает чем же все закончится но мне кажется частин чувствует себя чуть-чуть лучше она как будто в начале в конце матча поняла что нужно делать потому что вот ту инициативу которая должна была бы взять в руки Морисму при счете 4-1 сделать 5-1 потому что был брейк она отпустила и дала возможность все-таки войти в игру Джистин не тут то было как будто услышала Морисму что не нужно больше играть грязным и сыграла плоским выиграв очко а сейчас просто она решила сыграть на опережение сейчас она подает ей нужно самой вести игру нельзя отдавать нить игры в чужие руки и 15 это дважды удалось хорошая подача давно она не выходила к сетке с подачей вот сейчас вновь это делает таким образом опять же немножко сменила темп игры 30-15 очень красиво очень технически выполнен удар на мяч пошла и конечно же он был этот укороченный был идеален в такой ситуации 40-15 хорошая подача и Нин была к ней даже не готова она с удивлением посмотрела на Моризмо но этого я не ждала и 1-1 в решающем сете посмотрим сейчас как прилетел этот мяч видите по какой траектории он летел точно попал в линию 0.15 чуть торопится Джистин а потому что уже так надежно пытается создать стенку Моризмо мне кажется что вот сейчас она уже прочувствовала свой теннис которым она последнее время всех сбивает очень красивый сыгранат выбор на такое сложное направление тем более после резаного низкого удара крученым сыграет такой угол посмотрите еще раз потому что сейчас задача Нин находить такие нетривиальные какие-то неожиданные решения которые могли бы поставить в тупик Моризмо ибо в простых перестрелках Моризмо уже почти не ошибается это сейчас ровную надежную игру предпоставляет француженка Джистин и вот в таком теннисе Джистин начинается спешка она теряется да как будто в кадр обычно когда хорошая игра только это кадры фильма который идет один за другим и естественной четкой очередности а тут как будто что-то выпало и она тут же из-за этого ошиблась не прочувствовала что нужно сделать дальше получилась сейчас ровно такой сложный гейм для той и для другой и очень странные ошибки возможно здесь вот в этой ситуации у Моризмо просто меч не отскочил потому что действительно он попал в то место на корте где практически нет травы нет весы вторая подача тоже была очень красная подача попал 116 миль в час срывает срывает удар не хочет играть наверняка не получается в активно да Моризмо по-прежнему больше ошибок 19 против 15 и вот берет Моризмо подачу Жустина Нинарден и бегом направляется к своему стулу для того чтобы настраиваться на продолжение игры а борьба завязалась на самом деле настоящая та самая которую все ждали и которая наконец-то радует наш глаз вот на первой подаче мы обращаем внимание как принимает Жустина Нин подача Моризмо но первые все первые мячи желтенькие они принимают за задней линией а черным были обозначены вторые подачи всегда входят в корт и именно с этой позиции с этой позиции мы оцениваем сейчас очень интересно и грамотно нам показывают режиссеры на первой подаче процента попадания 39% а вторая подача очень удобная для Моризмо и поэтому именно на второй подаче Моризмо то есть простите и Нин чувствует себя вполне в хорошем состоянии какая чудная картинка а вы знаете для чего нам это показали ведь сейчас подавать-то будет Моризмо и именно как поведет себя сейчас Жустина Нин от этого многое зависит потому что преимущество в два гейма это уже приближение к конечной победе но а задача Нин сейчас все-таки вернуть потерянную подачу пока еще время есть да это можно рисковать да нужно рисковать потому что нельзя играть как бы совсем наверняка нужно обязательно процент ну нужно наверняка технически но с риском для соперницы нужно выбрать новое направление удачно очень приняла и заставила Эмилии сыграть не с лета а с отскока и казалось бы потом было все в ее руках но она ошибается с коронного удара да Эмилии уже потеряла вообще какую-либо позицию на корте она пятилась назад 15-0 еще одна грубая ошибка опять же догнала догнала мяч и все казалось бы было в руках опять Моризму уходила на пятки и вновь такая ошибка но сейчас в общем непросто было сыграть потому что нужно было еще и положить мяч потому что Моризму занимала выгодную позицию все-таки она стояла на перехвате сопротивляется Джистин но уже мне кажется это не быстрота а немножечко суеты мы видим Амилии играет все красивее и красивее сейчас это был просто роскошный теннис который она демонстрировала в игре с лет 40-0 небольшое небольшое преимущество даст ей свободу даст ей возможность играть в свой любимый теннис то чтобы могла получить и Джистин если бы она воспользовалась момент момент так нет нет риск отчаяния думаешь туда без какого-либо запаса без надежды на успех закрыты глаза посидела борода у льва куртва у тренера я думаю что есть чего потому что пока теннис здесь и ну интересно и конечно же интересно вот это решающая партия да и естественно очень было много интересных мечей во втором но первый сет которым резмо проиграла я думаю это было просто отчаяние у него да но это и есть нормальный финальный матч когда это и другая показывает все всему миру и значимости для них этого события не только говорят об этом но еще и показывают нац 0 продолжает все-таки заставлять себя атаковать и милистин сейчас для маризма очень выгодно было бы пару раз обвести на махе какой красок са красоты был реверс изумительный выход вперед такой вот ну как бы вот такому такой игре учишь своего ученика так нужно играть на траве в имблдоне плоскорезанный под право выход вперед но этот реверс может сделать только очень талантливый теннисист 15 такая была паутина красивый воздух очень кружево такой дважды такой же удар смазала части на вот маризма смогла сделать это диктует свои условия французской теннисисты причем не как сказать без паники без какого-либо супер атаки она как бы чувствует момент но во вся случае вот до этого удара она дает ту силу которая необходима 15-30 не воспользовалась моментом маризма могла бы пойти на встречную атаку и тогда бы весь курс-то был открыт и тогда было все в ее руках она красиво играла по линии но чистин знала что это может быть принципе проходила свеча как бы уж очень близко было чистинг у сетки только не линия по 30 убедит вперед но одной не получается длинные потому что конечно же нужно только длина чтобы сопернику было тяжело ввести а у тебя возникла хорошая позиция у на корте а это брэкпоинт и мне маризмой имеет маленький шанс взять вторую подачу соперницы это неправильно ну правильно сыграла маризмой пошла по линии родители а надо было кроссе да ну что ж всегда в такой ситуации когда ты играешь такой ответственный матч ты все-таки хочешь пользоваться ударом который и привычным и надежным который как бы считается твоей коронкой ну чтож данный момент не прошла и вторая подача на задней линии маризмой практически выигрывает на ошибках соперницы только когда она идет вперед она выигрывает сама она сейчас такая играет вот она научилась вынуждать соперниц ошибаться потому что она держит вот эту вот стабильную ровную игру и на неприятную неудобную большим больше участие на если вчера полуфинале не смогла маша шарапова пробить отыграла все-таки в жизни то свечка миша то свечка которая и так нужна была в предыдущих обводках сейчас уже не проходила потому что частин чувствовала она видела что уже может это случиться а вот сейчас нам показали карлоса родригеса который показал так руками мол дискать вперед иди вперед дави поддавливать ну что ж действительно иногда нужна помощь просто маленькое подтверждение твоего 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 желания и так счет 3 2 а вообще если бы было вот один мяч выиграла маризма то мы могли бы сказать что маризма приблизилась ну во все равно два шага ближе к вот этому за этой заветной мечте сейчас нельзя сказать 3 2 очень напряженно очень ответственной и нервы они принципе это и другая может могут выиграть еще потому что в общем то есть время и отыграть подачу и выиграть свою участие на арта но пока маленькая но все-таки преимущество имеет маризма потому что одну подачу соперницы она взяла аут а вот такой легкий был мяч легкая добыча но вот видите все-таки миллиметр но зацепила выполняет этот удар маризма да резмо но судья который нам показывают этот миллиметр не заметил еще одна хорошая подача блестящая подача направление главное направление было выбрано то который мне кажется очень долго маризма не использовала в этом сете на 2 подачи она приблизительно такое же направление один раз продемонстрировал и тоже застала врасплох это направление не нет а очень красиво было играли и та и другая обе атаковала другая защищалась и в общем-то конечно талант был и то и другое показано сто процентов вот этот удар который выполнил сейчас мы весьма мне показалось что он был все-таки немножечко опрометчив потому что могла же все-таки дотянуться до него инжестин но все закончилось для маризма благополучно 40 15 как будто они заранее разыграли эту комбинацию так с закрытыми глазами каждая шла на один из своих педалов но по маризмам все прошло хорошо она играет сейчас свободно гораздо свободнее чем она делала это в первом сайте безусловно и даже во втором во втором по-моему она началась это в сирии зажался в конце тоже зажатся да да но дело в том что вот то что предложил тренер арден сейчас делает маризму вот она кручена не прошла но во всяк случае вот когда если правильно да она правильно сделала самое главное что когда частин будет выходить вперед она будет предполагать что это под это спеть свеча может пройти то есть таким образом маризма как бы открывает себе пространство для ударов с просто обычных обводок хорошее подачи перед сном за счет кисти сыграл сейчас маризмор я конечно не хочу сравнивать мужской женский теннис но я такой видел только у федерера когда он именно обводку одной рукой осуществляет он добавляет эту кисть иногда такое невероятное направление демонстрирует что просто дух захватывает ну собственно здесь можно сказать то же самое переваля сейчас не знаете 15 бьет маризма но напряжение чувствуется она бьет она пытается играть на уже видно что вот тот 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 То положение, в котором она находится, 4-2, и, естественно, завершение уже финала. Финал подходит уже к самой-самой-самой главной ступеньке. Здесь, естественно, у неё проявляются нервы. Что удары не такие свободные, как были. Самое главное, чтобы были точные. Пока точные. А то же самое, что сделала Моризмо на своей подаче, сейчас прекрасно разыграла Жустина. Ну что ж, переживает всякая, и та, и другая команда. Естественно, они сами с собой разговаривают. Всё это понятно. Волнение и у команды. Обменявшись сетами, 6-2, первый сет выиграла Жустина Нин-Орден, второй 6-3, а Мили Моризмо. Затем теннисистки повели такую позиционную, достаточно затяжную борьбу. Вперёд вышла Амили Моризмо, которая сумела при счёте 1-1 взять подачу соперницы. И получила маленькое преимущество. И вот сейчас Жустина Нин, которую вы видите на экранах, это, кстати, специальная камера супер-словоу-мошен, пытается настичь французскую теннисистку, пытается уравнять игру. Жустина предпринимает все усилия для того, чтобы ввести равновесие в решающий сет, что позволило бы ей на равных идти дальше и искать варианты. Напомню, что в Умблдоне не бывает тайбрейка в решающем сете. Играется до конца, сколько будут выигрывать при равном счёте, столько и будут. Но пока эту задачу Жустина не решила. И счёт 4-3 в решающей партии подаёт Амили Моризмо и 15-0. Вернуть потерянную подачу ещё не смогла никак Жустина. И более того, пока ещё не было даже никаких шансов у бельгийской теннисистки на подачу Моризмо. Очень удачная игра с лёта. Но самое главное, что вот этот прекрасный удар слева мог произойти только... Она могла его выиграть только после того, как изумительно подала. Выход вперёд. Лёгкий. Решающая партия. Конец третьего сета. Она легко доходит до сетки. И чистой техникой по линии завершает комбинацию. 30-0. Не теряя жаловы с Настей Мыскиной нам на то, что действительно хороша подача на этом турнире у Моризмо. В решающий момент и с Шараповой, и с Мыскиной она помогала ей. И вот сейчас 40-0. Ну вот эта свеча, собственно говоря, она скорее носила тактический характер. Потому что в следующей атакующей своей игре Моризмо будет ориентироваться на то, что слишком близко к сетке подходить всё-таки опасно. Потому что и этот удар нужно контролировать. 40-15. Бойцы. Нет, судья, видите, а судья увидела, что это был, по-моему, аут, да? Мне кажется, кто-то из игроков побежал. Я имею в виду из игроков, извините, из детей, подающих мячи. Может быть, да. Вот нам показали сейчас детей, подающих мячи. Наверное, это была их ошибка и переигрывание. И 40-15 первая подача. Что, естественно, на руку Моризмо. Да, потому что уже выигрышную позицию имела и нет. Ну что ж, наверное, всё-таки здесь очку должно было достаться Джистин, потому что она прекрасно приняла. И, надо сказать, чуть-чуть дрожащей рукой сыграла уже Моризмо. Она и задрожала. Дело в том, что 40-0 это, да, большое преимущество. Но всё-таки последний-то мяч нужно выиграть. То, о чём мы вам говорили, прекрасное сейчас в голове юморизмо. Помогает. Помогает. Срывает удар. Она рискует. Она хочет во что бы то ни стало перехватить игру и, как говорится, натянуть одеяло на себя. Но именно потому, что она действует нелогично и следствие... Но самое главное, что она просто по-другому не может, потому что в её характере это созидание, это комбинация, которая должна как бы завершиться победным ударом. А Моризмо нужно было просто держать. Она уже сейчас волновалась, тем более, как мы уже сказали, что 40-0, 40-30, всё это уже на пределе. И Джистин не прочувствовала момент. 5-3. Иногда нужно идти от того, что нужно делать на корте, не от того, что хочется. 5-3. В решающем сете сейчас уже можно сказать, что Моризмо ближе всего к своей мечте. И она правильно делает, что сейчас она начинает своими руками пытаться получить этот гейм, не ждать ошибки от соперницы. Сейчас она должна давить на неё, потому что сейчас Джистина неуязвима, она не имеет права на ошибок. Ну что ж, подача с выходом в сетке так близко, так хорошо выполнила сейчас Чистин этот удар. Невозможно было что-либо сделать. Сейчас кто быстрее окажется в атаке. Вот такая игра пошла. Недоволен тренер. Но волнуется. Кроме того, что не доволен. Конечно же. По 15. Попал или нет? Нет. По-моему, нет. Мне кажется, не попал. Как нужен был этот мяч Моризмо? Естественно, невероятно. Просто необходим Джистин. Да, мяч вышел за пределы корта. Вот сейчас нам уже графика показывает. Очень большой был. Да. 30-15. Сейчас уязвима, безусловно, Энин. А вот в следующем гейме, если он состоится, уже наступит очередь волноваться Моризмо. Сейчас она еще может рисковать. У нее есть запас. Ну что ж, видно, что Моризмо прекрасно чувствует ситуацию. Она прекрасно понимает, насколько это все ответственно. И вот этот удар явно не технический брак. Это нервно. Волнение, безусловно, что же говорить. Не такая сильная подача, но в тело, как мы говорим, 98 всего миль в час. Моризмо даже не сопротивлялась. Она просто побежала скорее на ту сторону, чтобы настроиться на ее подачу. На свою подачу. Сложный момент, потому что Джастин прекрасно принимает. И просто подача не пройдет. Нужно подавать ту подачу, которую она подает на протяжении всего Уимблдона. Получится ли у нее это? Ну, посмотрим. Да, конечно, сейчас 5-4. Впереди Амели Моризмо. Она вела на протяжении всего этого третьего сета. Она имела маленькое преимущество, что давало ей некую свободу. Но сейчас это преимущество минимальное. Льва Куртуа понимает, что сейчас вот их счастье в руках самой Амели. Вот если она сумеет сыграть на том уровне, на котором она умеет играть, но для этого ей нужно отрешиться от всего. Это, по-моему, сделать крайне сложно. Посмотрим, насколько будет владеть собой Амели. Все-таки она первая ракетка мира. И в этом случае, если бы она не умела владеть собой, она бы, наверное, такой не стала. Хотя у нее бывают и слабости. Ну что ж, выдохнула и Чистин тоже. Она тоже понимает, что ей нельзя просто принимать. Ей нужно отлично это сделать. Первая подача просто экстра-класса. На вылет 15-0. 15-0. Подача была хорошая, но и прием был тоже такого же уровня. От взлету был довольно-таки слабый удар. Он был высокий, он был удобный для обводки. И Чистин использовала его. Так и проиронизировала. Даже стала симпатична в какой-то степени по поводу себя сейчас. Ну, дескать, как я. Мне это удалось. Сетка и первая подача. Еще одна подача на вылет. Ну что ж, нам, естественно, нужно понять Чистин. Она прекрасно понимает, как волнуется Моризмо. И не ожидала, что именно такое направление второй раз, задев в сантиметр линию, она этим воспользуется. И сумеет это сделать. 30-15. Ну что ж, сейчас я как понимаю, что совершенно страшное переживание и страшное ощущение неправильного выбранного решения, принятого решения. Это первый матч-боль. Это не просто матч-боль. Это чемпионшип-боль. Это он билдон, о котором мечтаешь. Да. Два часа и две минуты прошло с момента, когда теннисистки вышли на корт. Это сетка и первая подача. Второй мяч. Подача была неплохая, но даже если бы она попала, она не была бы голодной. Да, она была недостаточно сильна. Да, сама Юстина Мин помогла Амелине Резму упасть на колени и радоваться своей победе. Вот все-таки это свершилось. Какой был трудный путь сегодня к этой победе. Какое было нервное состояние, когда Амелия вышла на площадку. Насколько она не владела собой в первом сете. Насколько она все отдала в руки своей сопернице. И все-таки они так устали, они так устали болеть, что они даже не могут радоваться. И все-таки это свершилось. Амелия побежала благодарить своих всех близких. И Луа Куртуа работал с ней последние три года. И в общем, собственно говоря, он и сделал из нее, из талантливой теннисистки, ту самую теннисистку, которая стала одной из сильнейших в мире. Вот она вас сейчас заблагодарит, потому что он-то только один и знает, сколько мук он там пережил. Да, конечно же. Дело в том, что она очень хорошо сказала перед тем, как... А это ее тренер по ОФП. Дело в том, что она сама сказала, что я талантлива, я знаю. Меня Бог накрадил огромными способностями физическими и, естественно, теннисным талантом. И я хочу, хочу воспользоваться этим для того, чтобы победить на Амбулдонском турнире. А иногда возможности, конечно, есть они. Но надо, чтобы они были направлены в нужном русло. И, естественно, вот ее тренер и вместе она, конечно, с ним нашла этот тот стиль, который вот сейчас сделала ее чемпионкой Амбулдонского турнира. Все прекрасно понимали, что есть у Моризмо та игра, которая так эффектна и эффективна на траве. Но все-таки не удавалось ей. Внутри полуфинала это, конечно, было много, дало уверенность. И вот этот финал показал о том, что действительно у нее есть большие возможности и не раз выигрывать здесь на турнире в Амбулдоне. Ну, я думаю, что сейчас она не думает о больших возможностях. Нет. О больших возможностях. Сейчас торжественная церемония награждения. Уже все выходят, все те, кто будет награждать. Это его величество Герцог Кенский, президент всеанглийского лаунг-теннисного клуба. Тим Филлипс, руководитель этого клуба. Стюарт Смит, президент лаунг-теннисной ассоциации Великобритании. Ян Ричи. Такая торжественная церемония, она всегда проходит очень быстро. Сразу же вызываются Жюстин Энин Арден. Финалистка этого турнира, этого чемпионата. Она получает малое серебряное блюдо. Конечно, это невероятно почетно быть в финале. Но я думаю, что естественно, что Жюстин об этом не мечтала. Она мечтала только о победе. Она была уже в финале здесь. Амели Морезмо, победительница Вимболдона 2006. Каждая теннисистка, которая когда-либо начинает играть, мечтает держать вот именно эту тарелку в руках. Ну что ж, в этом году она в руках французской теннисистки, которая, ну, через огромный период времени, практически в прошлом столетии, Ланглен выиграла и держала этот трофей в руках. А может быть, он не был еще и таким, как он сейчас. Морезмо достойна этого. Но она, конечно, невероятно талантлива, она работала, она не сдавалась. Алисон Ланг, арбитр на вышке, которая судила этот матч, получает памятный приз. Итак, Амели Морезмо через, сколько, 81 год после последней победы... После последней победы Сюзанна Ланглен становится французской теннисисткой, чемпионкой. Это появилась уже Сью Баркер, которая хочет взять интервью у Жустины Нин. Это нововведение, которое в Умблдоне уже последние 3-4 года. И Сью Баркер немножечко мучится, потому что микрофон не работает. Ну, все было технические брак бывают даже в Умблдоне. Ну что ж, кто-то пришел быстренько на помощь. И я думаю, что все будет в порядке. Ну, теперь уже микрофон работает. Немножко хуже нам слышно. Ты расстроена. Она лучше, чем я играла. Я делала все, что могла. Играла как самый лучший теннис, но ничего не могла сделать. Трудно играть в пенсию в Франции, выигрывать его и тут же приезжать на траву. Конечно, действительно. У меня было много хороших игр, много хороших побед. Я люблю и наслаждаюсь играть на траве. Мне нравилось. Кстати, победить на французском чемпионате и в Умблдоне удалось только 2-м теннисистам в последний период времени это смогли сделать в Дорнбор. И Стефи-Граф. Стефи-Граф трем, значит. И недавно Сирена вынес. Я прекрасно себя чувствовал. Я приехал сюда. Я себя чувствую хорошо. Я играла в сборной. Я здесь был прекрасным организацией. Спасибо большое всем тем, кто приходит на центральный корт в Умблдоне. Вы меня прекрасно поддерживали. И мне прекрасно было здесь вместе с вами играть эти 2 недели на покрытии, которые я очень люблю. Ну, а теперь подходит Сьюбаркер Амели Моризмо, чемпионка Умблдона. Поздравляю. Три раза в полуфинале, а теперь я уже выиграла. Что же в конце концов ты ощущаешь, что ты когда-то его держишь, этот кубок? Мне было прекрасно 2 недели. Я хотела, конечно же, выиграть этот трофей. Я больше не хочу, чтобы кто-либо думал о Майе, то, что у меня теперь нервы, и они не позволяют мне выигрывать. Мне кто-нибудь об этом говорил. Я хочу поздравить Джистин. Она, наверное, немножко устала, потому что она выиграла в Пеннице Франции, и потом и изборно выиграла. Ей было трудно. Может быть, действительно, именно это состояние не позволило ей сыграть на 100%. Но ты же прекрасно играла, сказал Сьюбаркер. Спасибо. Да, действительно. Я действительно классно играла. Я прекрасно играла. Я все сделала так, как нужно на этой трофе. Я делала все, что нужно, чтобы выиграть на этой трофе. Это мой стиль, помогал мне выигрывать. Я хочу сказать спасибо всей моей семье, моей команде, всем, кто пришел болеть за меня, всем французам, которые приехали за меня болеть. Большое спасибо. Они там, они знают. Ты слышал, что они тебя делают? Нет, конечно. Я хотела просто внимательно играть. Это такой замечательный трофей, который так важен в биле тенниса. 81 год. Мы правильно посчитали. Действительно. Последний вопрос. Это, конечно, прекрасный день для тебя. А завтра футбол. А ты посмотришь, наверное, перед баллом. Я обязательно пойду на балл, но, конечно, обязательно должна знать новости, которые должны прийти хорошими новостями о футболе. Я запомню этот корт, запомню его всеми эмоциями и всем, то, что я сегодня прочувствовала. Прекрасно говорила Амиле Моризмо. Она искренне выразила все свои чувства. Она действительно сегодня счастлива. Она с большим трудом сумела осуществить свою мечту. На наших глазах она шла к этой победе много-много лет. Она спотыкалась, у нее были проблемы. На самом деле она плохо владела своими эмоциями. И у нее были срывы даже. И эти срывы были совсем недавно еще на открытом первенстве Франции. Она покидала французский чемпионат наверное, без каких-либо желаний. продолжить дальше. Потому что это было мучение. И вот меняется время, меняются обстоятельства, а талант все-таки находит свой путь к победе. И нашла этот путь к победе сегодня Амиле Моризмо. Самое главное, что она еще доказала себе то, что после того, когда она выиграла пенис в Австралии, казалось бы, что ей подарили его. Подарила Чистин Арден в финале. И обстоятельства. И обстоятельства. А сейчас, сегодня она доказала, что она смогла сделать все, чтобы победить ту же самую спортсменку, но уже здесь, на траве, в имбулдонском турнире. И я думаю, что она заслуженно выиграла этот турнир и заслуженно стоит на самой высшей ступеньке мировой классификации, а на номер один. Ну что ж, этот репортаж об этом финальном матче завершен. С вами были Ольга Морозова и Дмитриева. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»